Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас? Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 7 сентября. Страдание святого мученика Сазонта. Максимиан, правитель Килики, он стал в 1934 году, распространяя это повеление царскому нечестиво-идольское многобожие, пришел в город Помпиополь и, празднуя тамошнему золотому идолу, принес много жертв. Там находился в это время один юноша, родом из Ликолонии, по имени Сазонт, по вере христианин, добрый нравом и исполненный благих дел, ибо в законе Господнем поучался он день и ночь. Он пас в стадах, без словесных овец, но в то же время наставлял и словесных овец христовых на добрую пажечь. Где бы ни был он соусом, и везде собирались к нему другие пастухи, юноши и мужи, а он учил их познание единого Бога и многих привел к святому крещению, ибо была на нем благодать Духа Святого. Раз, спася овец при источнике, у которого стоял большой дуб, Сазонт уснул сладким сном и увидел божественное видение, призывавшего его к подвигу мученическому и возвещавшее, что место то принесет пользу многим, ибо светится свыше сходящей благодати, и многие найдут на нем спасение и прославят Святую Троицу. Став от сна этот добрый пастырь, поручил овец другим, и оставив на том месте свой лук и три стрелы для памяти себе, отправился в город Помпеополь. Там увидел он нечестие умножившимся, веру же святую попранную, и воскорбел он о том сердцем своим. Водя в капище, где стоял золотой Илов, он отломал у него руку, и раздробил ее, раздал нищим. Отнятие от Идова золотой руки вызвало великое смятение в городе, и многие были допрашиваемы и мучимы. Но святой Сазант, не желая, чтобы кто-либо другой пострадал за него, сам пришел к правителю Максимиану и объявил, что он виновник того дела. «Я взял руку Бога вашего, — сказал он, — раздробил ее и раздал золото нуждающимся». Когда стали его допрашивать, как осмелился он так поступить и нанести бесчестие Богу их, отняв и сокрушив руку его, он отвечал. «Я сделал это для того, чтобы видеть бессилие вашего Бога, ибо когда я отнимал у него руку, он не оказал мне сопротивления, ничего не сказал, не обнаружил боли, не испустил стона». «В самом деле, будучи немым и безумным, мог ли он сопротивляться? Если бы он был истинным Богом и живым, то противостал бы мне и не позволил бы мне причинить себе зла. Я же знаю, что это идол, а не Бог, раздробил руку его и даже всего его хотел раздробить, чтобы не поклонялись вы изделию рук человеческих, которые, хотя и имеют уши, и очи, устают руки и ноги, однако не видит, не слышит, не говорит, не осязает, не ходит. И ничем не может помочь себе, когда его бьют или раздробляют на части. Правитель, услыхав это, повелел мучить Сазонта без милости. Сначала его повесили на дерево и стали строгать по ребрам железными когтями. Потом обули его железные сапоги с острыми внутри их гвоздями и водили по городу. Святой, ходя в них, славил Бога. Потом снова повесили его на дереве и сильно били железными палками, так что не только тело, но и кости его были раздроблены. В этих мучениях святой предал дух свой Богу. В 288 году. Увидав, что он уже умер, мучители, снявши тело его с дерева, развели по повелению правителя сильный огонь, чтобы сжечь тело в опасении, чтобы оно не сделалось предметом почитания верующих. По другим известиям, это происходило около 354 года. И когда это многострадальное тело ввергли в огонь, то внезапно заплестала молния, загремел гром, и выпал обильный дождь с градом, так что огонь тотчас угас. Бывшие же там люди от страха убежали, а тело святого осталось в целом. По наступлению ночи верующие хотели взять цветы и мощи, и не могли, так как была великая тьма, и они сильно скорбели о том. Но вот в полночь свет с неба осиял мощи, и верующие, взяв их, погреблись с тестью. От гроба мученика истекало много чудес, и не только от гроба, но и от источника, протекавшего под дубом, где святой некогда во время сна имел видение, подавались благодатью Христовой и молитвами святого мученика различные исцеления болящим. Поэтому впоследствии там была создана церковь во имя Его для прославления в ней истинного Бога Троицы Единого. Слава Господу вовеки! Аминь! Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Аминь!